Так, ладно, Кабалия, между прочим, вот это серьёзный соперник. Микаил Кабалия, гроссмейстер. Что он тут играет? Маловато народу стало. Так, Кабалия играет странно-индийское начало, да? Ладно, посмотрим, удастся ли ему меня удивить тут. Здесь я более-менее хотя бы знаю, что делать. Погнали пешками. Дальше погнали. Поменялся. Занимаю открытую линию. С4, там был ход. Ладно, пока тормозим. Может быть, точнее было слон А6 вместо этого. Но он всё равно идёт по своему плану, ему на ферзевый фланг плевать. Хотя С4 было бы интереснее, мне кажется. Так, сюда вышел. Но надо ладья Б6 поставить. Да, ладья Е8. Вот это лучшая расстановка. И теперь мы готовы принимать жертву на поле А6. Вот в этот момент все задумываются. Вот от гроссмейстера до кандидата в мастера просто. Все задумываются. Ай, шаг же, блин. Ладно. Пешка, да? Ну ничего, защитили. Надо дать должное. Михаил достаточно быстро пошёл на жертву. Так, отступает. Ну, теперь пора уже ладейку сюда привести. А6. Бежим, наверное. И С4. Так, С4, конь Д4. Конь Д4, конь Ж5. Ну, давай конь Д4. На С2 готовим. Залёт на взятие. Наверное, конь Слон Ж5 какой-то ход. Да, давай Слон Ж5. Или там побьёт. Подожди, на Е6. На Е6 ладьёй побью. На Ф3 отступит. Я побью на С4, да? Давай Слон Ж5. Ладно. Здесь я готов побить ладьёй. Отступил просто. Ладно. Взяли. Подвязали, наверное. Не знаю, стоит ли мне бить. Ну, давай побьём. Размены должны быть в мою пользу. Лишняя фигура. Побили. Сейчас ещё эту пешку могу побить. Так, а может быть и не буду, да? Давай так. Здесь пока защищено. Конь под боем. Не страшно. Сюда поставили. Заблокировали фланг. Ну, дальше вот эту пешку уничтожаем. По идее. Так. Взяли. Отошёл. Поменяли пару ладей. Ушёл с подбоем. Так. Что дальше? Пытается Михаил меня тут как-то... Ну, допустим. Ферзём пока. Пешка, да? Он под боем. Защитить пока. Давай защитим. Ладейка подходит. Так, куда он хочет попасть ладьёй? Непонятно. Коня возвращаем. Там что-то конь застоялся. И ладью готовим сюда перевезти. Ну, нельзя сказать, что прям атака удалась у Михаила, да? Коня в шесть. Побить можно, наверное. Побить ещё раз. Чё бы как бы сделать поточнее. Ну, ладно. Взяли. Взяли. Пока всё держится у меня. На взятии ферзём есть такой ход, наверное. Связка. Да, надо ферзей поменять. Тогда король будет в безопасности. Так, поменяли ферзей. Ну да, давай поменяли. И, наверное, пешку пока держим. Не хочу отдавать. Хочу теперь так ладью завести. Ага. Так, короля пока выведем. Ну, не знаю. Сюда, допустим. Сюда. Сюда. Да, чтоб тебя. Михаил, что ты творишь? Так, идёт две пешки, да? Ладно, взяли. Надо срочно как-то... Ну, давай так пойдём. Вперёд. У нас тоже пешка идёт. Сюда. Так, шаг есть. Ферзя надо провести. Есть. Вот так вот. Ну что, ферзь проходит. С ферзём-то будет тяжело бороться. Победа! Обыгрываем Михаила Кабалию, друзья. Вот это сила кандидата в мастера. Чётенько его. Давайте отчёт о партии. Ну, кстати, 2770 у него рейтинг. 90% точности. У Михаила 84. Но надо сказать, что в один момент всё-таки у него был хороший шанс меня обыграть. Давайте глянем анализ. Вот это я играю уже миллион раз. Здесь Михаил просто не угадал, что он попал на вариант, который против меня постоянно играет. И я тут уже просто выучил самую лучшую расстановку за чёрных. То есть, размен. Ладья Б8. Лучше бы со слона А6 начинать, потому что здесь какие-то игры со щиты будут у чёрных. Мне кажется, что слона А6 было точнее. Ладно, тормознул. Да, слона А6. Вот эту позицию я уже миллион раз играл. Вот правда. Пинг-понг! Тысяча рублей! Спасибо большое за поддержку, пинг-понг. Огромное спасибо. И здесь вот все задумываются, абсолютно все в этот момент. Потому что всё уже созрело для жертвы на А6. Ну, беда в том, что жертвы не проходят на самом деле. Сильнейший ход С4 в этой позиции. На С4 никто против меня не ходит. Все бьют, либо слоном, либо конём. Вот я отступаю. Да, здесь ладья Ф8 спокойно. Ладья Аш8. Отступили сюда. Прикол в том, что можно даже сюда отступить. Самое чёткое это на Ж6 пойти. Блин, ну мне как-то страшно на Ж6 отступать королём. Хотя вот движок говорит, король Ж6. И никаких проблем. Идти по следующим ходам слон Ж5 я играю. Как-то боязно так играть. Я на Ф8. С4. Конь Д4. Правильно. Вот здесь слон Ж5 не точный всё-таки ход. Надо было бить. Надо было бить сюда, взять сюда и конь С5. Вот так точнее всего играть. И типа если Д6, тогда уже сюда отходим. И на взятие там конь Б3, да? Конь Б3. В общем, слон Ж5 тут я немножко сплоховал. Здесь надо было ему побить конём на Е6. Я бы взял ладьёй и как-то сюда отступить. Я собирался сюда побить. Ну и после слон Д5 я бы проиграл партию. Так что надо было как-то конь Б6 ещё найти ход. Конь Б6. ЦД. Конь Д5. Слон Д5. Перст Д5. И отыгрывают белые фигуры. Получают, видимо, выигранную позицию. Так что слон Ж5 был неудачным ходом. Но он отступил на Ф3. Поверил мне на слово. Ну и здесь после взятия у меня просто лучшим. Связку я его поймал. Побил. Размен, размен. Вот, кстати, вместо связки точнее было сразу конь С5 играть. В атаку. Типа взятие не страшно. Мы просто ладьёй забираем. И потом Д3, пешка падает. Это в пользу чёрных. Ладно, слон Б7. Отошёл. Здесь тоже конь С5 было сильным. Конь С5. Перст С2. Неудачный ход. Надо было поменять. Поменять ладьи и сунут Е6. Е6. И, например, комбит Е6. И перст Е3. Тут какая-то компенсация есть за пешку. Типа перст очень активный. Типа я забрал. И конь Е5. И мне надо как-то так играть. Конь Д7. Король Ж7. Слон Ж4. И, типа, ничейка получается. Но ничейка такая сложная. Сюда. Конь Ф7. А, вот так вот, типа. Ну, здесь как-то все мои фигуры в клубок собраны. В общем, Ферзь С2 плохой ход. Конь БТ я поставил, тут зацементировал. Ну, и дальше достаточно чётко отвёл. Увёл. Ну, тут Михаил пытался у меня как-то испортить мне настроение. Ну, у меня просто на фигуру больше. Побил, побил. И на этот ход Ферзь С6. Разменял Ферзи. Ну, и в Эншпиле уже. В Эншпиле уже у меня лучше просто. Да, так. Он пытается вести свои пешки. Ну, беда в том, что у меня просто центральная пешка проходит. Пошёл. Да, шаг конём. И конь ДТ перекрыл. Следующим ходом Ферзь проходит. Ну что, Михаил Кабали обыгрываем. Гроссмейстер. Тренер сборной России по шахматам, между прочим. Две пятьсот сорок пять у него в классику. Две пятьсот в Блиц. Очень поиличный игрок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»